В Чувашии бешеная лиса укусила мужчину. Лиса проглотила связку ключей. Бешеная лиса пыталась искусать сотрудника колонии. Подобные заголовки в последнее время все чаще появляются в различных средствах массовой информации. Эпизоотии, как правило, приходятся на февраль-март. Сегодня в студии программы по существу Иван Зайцев, заведующий отделом обеспечения эпидемиологического надзора Центра гигиены и эпидемиологии. Иван Ильич, здравствуйте. Здравствуйте. Какая обстановка на сегодня и насколько реальна опасность нападения лиса, болеющих бешенством на домашних животных? На сегодняшний день ситуация по бешенству среди животных в нашей республике складывается следующим образом. Во-первых, нужно отметить то, что увеличилось число болеющих бешенством животных. Если за прошлый год у нас в республике было зарегистрировано всего 15 случаев, то по состоянию на сегодняшнее утро зарегистрировано уже 29 случаев бешенства среди животных. Причем в процесс вовлечено эпизоотии 11 территорий нашей республики, в том числе и город Чебоксары. Случаев заболеваний людей бешенством в нашей республике пока не выявлено. Последние случаи вообще были зарегистрированы в республике в 1986 году. Но, тем не менее, остается высокое число жителей, как города Чебоксары, так и жителей, которые обращаются в лечебное учреждение по поводу того, что были травмированы, укушены различными животными, как дикими, так и домашними. Рост заболеваемости бешенством можно объяснить по рядом причинам. Во-первых, тем, что и увеличивается количество самих животных. То есть, допустим, если сейчас, выражаясь научным языком, среди животных, в частности, лист наблюдается гон, то есть приближается тот период, когда у них появится скоро уже потомство. Ну и, плюс ко всему, причиной роста бешенства, как одна из, является то, что за последний год, за прошедший 2014 год, не проводилась вакцинация среди, вакцинация бешеных животных. Что тоже, в свою очередь, играет немалую роль в распространении данного заболевания, поскольку известно, что больное бешенством животное начинает вести себя абсолютно неадекватно. То есть, допустим, дикие животные теряют полностью чувство страха и приближаются максимально к человеку. Ну и домашние животные тоже впоследствии контактируют с ними, таким образом подвергают риску инфицирования, и в том числе и своих хозяев, тех людей, с которыми вообще контактируют. Вообще, кто из животных больше подвержен риску заболеть бешенством? Ну, статистика показывает такие цифры, что среди диких животных наиболее часто болеют бешенством – это лисы, и среди домашних – это, в первую очередь, кошки и собаки. Вообще, бешенством болеют, если говорить уж к справке, то абсолютно все животные, без исключения. Но вот лидерами являются лисы, еще раз говорим, и кошки, собаки, если говорить о домашних животных. По сравнению с прошлым, с позапрошлым, больше наложено карантинов или меньше? Или вообще столько же? Ну, учитывая то, что у нас наблюдается и рост заболеваемости бешенства, соответственно, увеличилось число наложенных карантинов до 29 уже, получается, за истекшую период 2015 года. Как себя вести, если на пути попалась лиса? Как узнать, болеет ли она бешенством? Что делать в подобной ситуации вообще? Куда нужно обращаться? Ну, если на пути попадается лиса, нужно помнить то, что нужно по возможности избегать контакта с ней любыми способами, то есть не вступать с ней в контакт, как бы там ни было. Но если получилось так, что все-таки контакт произошел, ну, как вот вы озвучили в начале передачи, и немало таких примеров наблюдается и среди жителей города Чебоксары, которые побывали в контакте с животными. Единственный способ, к сожалению, узнать, больно ли животное бешенством или нет, это все-таки лабораторное исследование, которое проводится уже посмертно, так скажем. То есть, когда в вирусологическую лабораторию нашего ветслужбы доставляется павшее животное для исследования на наличие вирусов бешенства в его организме. Ну, человеку также нужно помнить, что сразу же необходимо обратиться за медицинскую помощь для получения профилактических прививок, если будет принято решение назначить эти прививки. А есть ли какие-то внешние признаки животного больного бешенством или, может, в введении что-то у него меняется? Да, конечно. Внешние признаки заболевания животного бешенством тоже имеются. Ну, во-первых, надо сказать, самый распространенный признак среди животных – это то, что появляется обильность слюноотделения. Образно в народе говорят, что появляется такой признак, как выделяется пена изо рта. Вот, кроме того, животное ведет себя агрессивно через чур, либо необычайно ласково может оно себя вести. У животных проявляются такие же симптомы, как, допустим, светобоязнь, боязнь воды. Животные резко реагируют на звуки окружающие его. И, кроме того, следует отметить также, что в ряде случаев могут наблюдаться и судороги у животных. Тоже ответ на реакцию на внешние раздражители. А вообще, насколько реальна угроза для городских жителей? Угроза для городских жителей, она, да, у нас остается тоже немалой, по той простой причине, что, как вы тоже говорили, в настоящее время, к сожалению, лисы, они приближаются и к черте нашего города, города Чебоксара. И присутствуют и в ряде районов города. Последние случаи тоже у нас были буквально на выходных днях, когда один из жителей, совершая вечернюю прогулку, подвергся нападению лисы. Ну, это вот в районе, северо-западного района наблюдался данный случай. Что заставляет лис выходить из привычного места своего обитания? Ну, как правило, животное заставляет выходить из привычных мест своего обитания. Это поиск пищи. Наверное, самый главный вопрос, что делать, если человека укусило животное с подозрением на бешенство? Какую первую помощь нужно оказать пострадавшему? Первая помощь, исключительно первая помощь, она заключается в том, чтобы место укуса было обработано водой с мылом. И после этого обработано обязательно йодом, либо зеленкой. И сразу же необходимо помнить, что желательно в первые трое суток обратиться за медицинскую помощью в травматологические пункты лечебных учреждений, там, где она находится. Ну, допустим, по нашему городу Чебоксары у нас взрослому населению помощь оказывается в трех травмпунктах. Это на базе больницы скорой медицинской помощи, или БСМП, как мы привыкли называть. Второй травмпункт это у нас на базе городской клинической больницы номер один, или, как в народе называют, больничный комплекс на тракторостроителей расположенный. Ну и третий травмпункт это у нас на базе поликлиники, тоже, которая является поликлиникой городской клинической больницы номер один, но расположена она на улице Николаева. То есть, ну, рядом с поликлиникой центральной городской больницы, ну, или по-старому строительная поликлиника рядом. И для детского населения помощь у нас организована на базе травматологического пункта, размещенного в Республиканской детской клинической больнице. Они работают все круглосуточные травмпункты без исключения. И если действительно есть необходимость оказать населению помощь, имеется в виду человека, который подвергся риску инфицирования, в частности, был укушен, допустим, либо были повреждены уже, либо были ослюнявлены уже поврежденные кожные покровы, либо слизистые оболочки, либо, допустим, человеку были нанесены животным различные повреждения кожных покровов или царапин, то в данном случае, конечно же, как правило, население подлежит вакцинации против бешенства. Прививки назначаются либо в количестве трех, либо в количестве шести, в зависимости от показаний, в зависимости от того, остается ли животное под наблюдением, если такое возможно. Ну, если, конечно же, возможности наблюдать за животным в течение 10 дней с момента укуса нет, то назначается полный курс прививок, который включает в себя 6 прививок. Прививки абсолютно полностью безболезненны, и являются они единственным способом человеку, подвергшемуся риску заражения бешенством, остаться в живых. Интервал между прививками, он значительно, можно сказать, длинный, и максимальное число прививок выполняется, 6 прививок выполняется в течение 90 дней. Как обезопасить детей? Как родители должны объяснить детям, что им необходимо делать? Ну, во-первых, надо отметить то, что любой родитель должен помнить, что с детьми тоже нужно периодически проводить беседу о том, что такое бешенство, насколько оно опасно и насколько оно серьезно. И самое главное правило, чтобы дети знали о том, что категорически не нужно контактировать с любыми животными, какими бы они ни были. То есть у друзей, у родственников, либо еще у кого-то. То есть избегать в любом случае нужно контакта с любыми животными. Ну что ж, Иван Ильич, большое спасибо за беседу. А я напоминаю, в эфире программы «По существу» мы общались с заведующим отделом обеспечения эпидемиологического надзора Центра гигиены и эпидемиологии Иваном Зайцевым. До свидания. До свидания.